Боже самогущий, благодарю Тебя за все Твои милости, явленные к нам. Хвала Тебе. Воззуми и настафи, научи за все прославлять Твое святое имя. Слава Тебе, Отец, Тебе, Святой Дух. Аминь. 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 Подожди, 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 подожди. Чего тебя болит? Чего не ела? А? Живой. Живой. Ты вчера во сколько обужинула? Семь, со всеми. После этого ничего не ела? А где-нибудь отдельно ты ничего в рот не брала? У Бабы Нади или где-то на огороде? У Бабы Нади ела. А? У Бабы Нади ела Викторию. Викторию ела. А кто тебе ее давал? Ты сама срывала? Да. Прямо с веточки, да? Да. А еще что ела? Ну, все. И все. А пила что-нибудь, кроме воды, компота? Нет. Не пила, да? Мм. Так. У Бабы Нади там еще ягода не созрела полностью. Да, погромче. Ягода еще там у Бабы Нади не созрела. А некоторые были красные. Ну, она еще не созрела полностью. А сколько ты эту клубники отъезла? Она полностью не созрела. Ну, как нет? Пять. Штук пять. Ну, это мало, конечно. Нет, она больше. Тихо. Дело в том, что, в первую очередь, болезнь где-то была рядом, если узнать. А то и не болезнь может быть никакая. Бывает переедание, не что-то проглотил. Ел человека, ничего не знаю, проглотил муху. Муха попала. Почти гарантия, что его горит. У нее не переварился ужин. Совсем не переварился. Ее вырвало прям. Так, и еще одно. А что такое прощение, ты знаешь? Да. А люди просят прощения за что? За то, что сделали, что-то... Что-то не так. Да. Ты помнишь, позавчера ты бегала с собачкой, я тебя вывел на улицу, когда отдал тебе, осцепили мы шарика, я сказал, вон до тех деревьев, вон там есть, на развилку. Дальше не надо. И туда вот делают кусты, дальше не заходить. Говорил? Да. Говорил. Проходит какое-то время, мне шарик покормить. Шарик, шарик, никого нет. Неужели она его не поставила на место? Я вышел на улицу, тю-тю. Я пришел сюда, вот сюда, тю-тю. Ты ничего никому не сказала. Увезли, я сказал, то чужой будет останавливаться, со всех ног беги и кричи. Обязательно кричи. Написано, если кричала, она не виновна, если не кричала, повинна смерти. На этот случай, Библия говорит, кричать надо очень громко, сильно. Кто-то где-то рядом, может быть, услышал, где-то, значит, или не кричала, или подкрались, рот зажали. Увезли Машу и шарик пропал. Конечно, а тебе мы больше жалеем, чем о шарике. А кто-то пришел и говорит, она вам надо. Она прикормила там ее. Так было? Да. Ты нарушила наши условия? Да. А тебе вчера хотелось с шариком побегать? Да. У нее рацион изменился. Она после еды, вечером, она бегала, у нее пищеварение обильно было такое. Какое должно быть вчера, нету. И я сижу переживаю. Если бы она пришла и сказала, я забыла, там были, ну, то есть, прощения просят. Я бы ее простил и отдал шарика, но ее нету, а мне ее непривично идти. Она виновата, я буду прощения просить. Ты раскаиваешься о том, что я сделала неправильно? Да. А как просить прощения? Простите, Роди Христа. А ну-ка. Простите, Роди Христа. Ну, я прощаю. Ты больше не будешь так делать? Нет. Я тебе шарик отдаю сейчас сразу. Ты с ним иди погуляй, но не ложись. Если будешь ложись, у тебя будет головокружение, как у бабы Надя. И болеть будешь. Потому что после еды, когда ты ложишься, в обратном направлении там клапаны в кишечнике работают. Это профессор Витинский доказал. Доказал всему миру. Я первая приняла лаборанты. И они стали печатать. И у нее написано, кто ложится раньше. Вот поел, и раньше двух часов выписывается из больницы. Она не ела. Ну, я пример, я пример говорю просто. А может переживания у нее было, и за шарика не допустили. Как там шарик, тоже аппетита у него сейчас вообще ранее было. У них что-то общего. Я ему наложил там хорошего, все. И вот моляй-ка раз, и назад глядит. А я вижу, когда она к нему идет, так он больше, чем мне хвостом меляет. Он не просто хвостом меляет, а его всего вот так вот трясет. Так что я тебе разрешаю сейчас до обеда не работать, а гулять с шариком. Поняла? Только не ложись, иначе кровь тебе вот сюда пойдет, и это худо будет, все. Ну, все тогда. Вот научитесь болеть, искать где-то рядом. У меня голова никогда не болит. Но я стал ложиться после ночной смены, и голова на другой день заболела. Сейчас я после... Встаю утром, у меня... Я сейчас ощущу, с ориентацией нет. Я везде лазил на вышку, а сейчас лишний раз не лезу. Володя прошел. Первым делом, это бывает тогда, когда я лежал. Хоть и не... Еще не надо говорить. У меня головокружение. Не ложись. Не ложись. Христиан Шанхайский совсем не ложился. Совсем. Сидя в кресле, там, на диване, или к стенке подушку подложи. Ну и все. 15-20 минут, потом 2 часа 3 поработал, опять 15-20 минут. И сон твой будет до 3 часов в сутки. Это Леонардо да Винчи подтверждает. Эдисон, вот, изобретает открытие электричества, где мы считаем, там, в Учете, чем по-друге, в Ньютон. 3 часа. Хотя Арсений Великий говорит, что для монаха достаточно одного часа. Невероятно. Я вот довел свой сон 2,5 часа. 2,5. Дальше я почувствовал, мне уже не потянуть. Спать охота. А как? Ну, как вот Елизаров, профессор, который костник натягивает, кости там наращивает. Он говорит, днем я в университете, профессор преподает. А ночью я у столка, он там точит эти разные длинные какие-то шпидры, наверное, устройства. А я в ночи ее на сижу переплетаю и попутно слушаю записи свои. Вот, а раньше было так. Вот так. На будущее имейте в виду. Так, у вас время еще есть, в Канаде. Поэтому приложите все усилия на то, чтобы здоровье ваше улучшилось. Первое, это лишний вес бросить. Первое. Вот это написала Галина Алексеевна уехала и говорит, пишет вам там, где Димор, из Новокузнецка. Говорит, подошел Степа и сказал, а ты почему такая толстая? Такой говорит, со Степкиным предложением я сейчас и борюсь. Она вчера звонила, низкий поклон всем передавала. Ну, спаси Христос. Так что нам на нашем опыте показывают Богу слова. Так, вы, двое, трое или нет, если можно. Браво, спасибо за свару. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Телефон. Спасибо, Христос. А муку сюда не привозили? Муку надо было. А-а-а. Привезем. Принял, молодец. Ну и все. Я сказал. Да я же уже не один раз объяснял, что первое, что надо знать, где ключ. А когда заходишь в сарай, закрыть за собой дверь, чтобы никто из сажаемых не видел ключ. Когда зайдем. Так, теперь в комнату, в комнату, где мы заходим, в кухню. Да? Да.